Лето – волнительный период для абитуриентов. Необходимо успешно сдать экзамены и определиться с местом поступления. В Ненецком округе документы от потенциальных студентов принимают в профессиональном училище, социально-гуманитарном колледже и аграрно-экономическом техникуме. Всего в регионе выделено 300 бюджетных мест. Планируется открытие и платных групп. В техникум можно поступить на базе основного общего образования. Бюджетные места есть по специальностям экономика и финансовый учет, информационные системы и программирование, управление качеством продукции, процессов и услуг. Наиболее востребованное – поварское и кондитерское дело. Что касается платного обучения, в 2020 году впервые объявлен набор на специальность «Правоохранительная деятельность». Поступающим на это направление необходимо сдать вступительные испытания. Проводится в форме проверки физических данных на основе нормативов. Это бег на дистанцию 100 метров, 1000 метров, сгибание и разгибание рук в упоре лежа для девушек и подтягивание для юношей. Результаты вступительного испытания оцениваются по зачетной системе. В Нинецком профессиональном училище будут набраны 4 бюджетные группы и 2 внебюджетные. Поступить можно после 9 и 11 класса. Обучают профессиям – автомеханик, машинист дорожных и строительных машин и сварщик. Платная группа откроется для будущих мастеров по ремонту и обслуживанию ЖКХ. Машинисты дорожных и строительных машин, автомеханика, сегодня достаточно уже много заявлений. То есть уже выстроился хороший конкурс на сварщика поменьше. Но сварщика объявили мы только на той неделе. Нам дали дополнительно бюджетные места. И ребята вот за вчерашний день уже 10 заявлений и сегодня вот сейчас идут. Поэтому я думаю, что мы эти группы, конечно же, наберем. Также здесь проводится обучение по специальности технология парикмахерского искусства. Чтобы стать студентом этого направления, необходимо сдать творческий экзамен, рисунок вечерней и фантазийной прически. Технология парикмахерского искусства, обучение на ней будет 3 года и 10 месяцев, почти 4 года. Но они выходят не просто с профессии, как раньше парикмахер, а парикмахер-модельер. И достаточно большой круг у них сопутствующих еще профессиональных навыков и компетенций. Это и по дизайну, это визажиста, это, несомненно, и ногтевой дизайн и так далее. По словам директора образовательного учреждения, выпускники училища востребованы в регионе. Порядка 60% устраиваются по профессии. В социально-гуманитарном колледже также выделено 100 бюджетных мест. На базе 9 классов 3 специальности мы набираем. Это дошкольное образование, дизайн группа и сетевое системное администрирование. И на базе 11 классов мы приглашаем на специальность сестринское дело. Кроме того, мы объявили набор на 2 группы заочного обучения. Это документационное обеспечение и архивоведение, и вторая группа библиотековедения. На очную форму обучения на базе 11 классов мы предлагаем платную форму обучения по специальности финансы. Вступительные экзамены есть по двум специальностям. Они пройдут 12-13 августа. Для направления дизайн – это творческое испытание. Будет сделана постановка композиции, и абитуриенты покажут свои навыки в рисовании, умении передавать перспективу. А желающие поступить на сестринское дело пройдут собеседование. После завершения учебы – естественная проблема – поиск работы. В колледже стараются помогать выпускникам. У нас есть базовый ресурсный центр трудоустройства выпускников. И поэтому, когда студенты у нас подходят уже к окончанию, мы обязательно ищем возможность их трудоустроить. Через центр трудоустройства занимается у нас специально этим человек, и многие студенты трудоустроены. Документы можно подать очно или же отправить по электронной почте. Если абитуриент поступает на разные направления в несколько образовательных учреждений, то при подаче документов предоставляется копия аттестата о школьном образовании. Но к 14 августа нужно определиться с местом поступления и принести оригинал. 15 августа уже будут приказы зачисления в среднеспециальные учебные заведения. Зачисление осуществляется по конкурсу аттестатов.